Опера строгого режима Опера строгого режима Кирилл Петренко продирижировал Фиделию Абетховена. Газета «Коммерсант» номер 34 от 26 февраля 2019 года, строение 12. Знаменитый маэстро и музыкальный руководитель Баварской государственной оперы Кирилл Петренко впервые продирижировал Фиделию Абетховена. За историческим событием в Мюнхене наблюдал Алексей Макрусов. Говорят, Сальери с самого начала не очень верил, что из Бетховена получится оперный композитор. Но Шиканедер, директор Венского театра Андервин и либретист волшебной флейты Моцарта, считал иначе. Предложенное им либретто Бетховен не оценил, едва Шиканедер покинул директорское кресло. Композитор от идеи отказался, но ухватился за новый проект театра, пьесу Леонора или супружеская любовь Жанна Никола Буи. Сюжет автору дала сама жизнь, в эпоху торжества гильотин он насмотрелся многого. Основой терреноборческого либрита стала история пары из Тура, где любящая жена, переодевшись мужчиной, спасла заточенного в тюрьме мужа. Собиравшийся в Париж Бетховен мечтал об оперном триумфе, но судьба распорядилась иначе. Первыми зрителями Фиделия и впрямь оказались французы, наполеоновские офицеры, взявшие Вену, заполонили театр. Им не понравилось, во многом из-за оркестра, возмущенного неправильной музыкой. Сцена с переодеванием Леонора запоминается и в постановке Калликстабиета в Баварской государственной опере. Облачаясь в мужское, певица Аня Кампи обматывает грудь туалетной бумагой, по-своему эффектная находка каталонского режиссера, решившегося оспорить в своей реноме оперного бунтаря. Художник Ребекко Ренгст, постоянный соавтор бьетой и частый гость в Мюнхене, летом здесь покажут Гианделевскую Агриппину в режиссуре Барри Каске и ее декорациях, выстроила неоново-металлическую конструкцию из клеток с площадками на разных уровнях. Певцы беспрерывно перемещаются по вертикали и горизонтали, и в их движении, как и в спускающихся из-под колосников акробатах, трудно найти логику. Сама тюремная камера, впрочем, находится на авансцене, так что все режиссерские придумки на виду, флористана пытаются облить бензином, противника бьют бутылкой по голове. Хорошо видно и музыкантов, исполняющих знаменитый квартет, их спускают в огромных клетках сверху. При всем том Бейта не хотел делать политагидку, связанную с Гуантанамо и другими актуалиями. Его, говорит он, интересует жанр поэтико-философского триллера. Задача сложная, и приходится признать, что ее решает все таки в основном оркестр. Одной из ключевых опер немецкой музыкальной истории в постановке Бейта здесь прежде дирижировали Даниэль и Гатти и Зубин Мета, но и именно нынешнее возобновление с Кириллом Петренко за пультом, из эпохальных событий. Изувертюр Петренко выбрал самую драматичную, третью. В очередной раз стало ясно, что премьера для него – результат тщательнейшей работы с нюансами, и многим кажется, будто дирижер всю жизнь занимался одним бетховеном. Но Петренко, германофил с вагнерианским уклоном, прежде не играл Фиделио. Тем внушительнее его успех с оркестром, особенно хороши духовые, хорами-солистами. Молодые голоса – Ханна Элизабет Мюллер как Марцелина и Дин Пауэр как Жекина, ирландский тенор, редкий иностранец среди немецкоязычного ансамбля, звучат свежо и сильно, под статями Гунтер Гройсбок, надсмотрщик рока. Аня Компи в заглавной партии показывает максимум того, на что способна Леонора для нее – певческая и драматическая задача одновременно, и решая ее, она оказывается на высоте не только в буквальном смысле слова. Переживавший последнее время кризис Янас Кауфман обнаруживает в образе Флорестану возможности для обретения былой формы. Говорить об успехе, сравнимом с его прежним Флорестаном в Зайсбурге, рано, но это уже не бесцветный персонаж, каким выглядел его тело, твердый знак писал о мюнхенской премьере 27 декабря 2018 года. Как бы то ни было, при Петренковском понимании музыки начинаешь думать, что режиссерский театр не всегда обязателен, порой бетховенские равенства и братства манифестируют себя через звук. Жаль, свидетельств мало, Петренко не любит записей, его аудио и DVD. Диски пересчитаешь по пальцам, в случае, когда призовешь хоть и рано, лишь бы покончить с таким безобразием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!